добрый день это так шоу с глаза на глаз мы в прямом эфире как защищают права интересы сторон при исполнении решений суда эта тема сегодняшней программы и какие множества есть в этом вопросе в украинском законодательстве на эти другие вопросы сегодняшний гость это виктория леник начальника дела государства исполнительной службы и буденовского районного управления юстиции в городе донецке виктория владимировна добрый день добрый вечер спасибо что вы пришли к нам сегодня в студию и согласились ответить на мои надеюсь вопросы наших телезрителей здравствуйте насколько известно согласно новой редакции изменился круг участников исполнительного производства это так да действительно это так новая редакция закона украины об исполнительном производстве этот закон у нас вступил в силу 9 марта 2011 года были внесены изменения в этим законом были внесены изменения еще и в другие законы и кроме всего прочего был расширен круг участников значит кто такие участники исполнительного производства значит в первую очередь это государственный исполнитель. Также это стороны исполнительного производства, это взыскатель и должник. Кроме всего прочего, стороны могут, если самостоятельно они не могут реализовывать свои права, они приглашают представителей. Представители сторон тоже являются участниками исполнительного производства. Особое место определено прокурору. Именно данным законом определено, что прокурор участвует в исполнительном производстве в случае его представления интересов в суде гражданина или государства, и если прокурор непосредственно написал заявление о открытии исполнительного производства в исполнительную службу. Кроме всего прочего, участниками исполнительного производства являются эксперты, специалисты, переводчики, субъекты оценочной деятельности. Но еще могут быть лица, которые государственный исполнитель привлекает к проведению исполнительных действий. Это могут быть и органы внутренних дел. Непосредственно при вселении и выселении обязательным участием является представитель органа власти, то есть органа внутренних дел. При отобрании ребенка обязательно еще и органы опеки и попечительства. Единственная разница, что есть участники, которые непосредственно активно влияют на процесс исполнительного производства, а есть те, которые просто помогают исполнительному производству. Так активно могут влиять на процесс исполнительного производства, это стороны исполнительного производства, взыскатель, потому что он инициирует право открытия исполнительного производства, его завершение. А остальные, такие как понятые, например, субъектно-оценочной деятельности, они могут только помогать исполнителю при проведении исполнительных действий. А расширяет ли действующий закон права и обязанности государственных исполнителей? Хочу сказать, что этот закон – это действительный прорыв при проведении исполнительных действий, потому что он внес изменения еще и одновременно с внесением изменений в этот закон, были внесены изменения в такие законы, как о банках, о банковской деятельности, закон о нотариате, были внесены изменения в Уголовный кодекс, точно так же в Гражданско-процессуальный кодекс, в другие нормативные документы. То есть порядок исполнительного производства, он был уже согласован и уже как бы не противоречил другим законодательным актам. Кроме всего прочего, я считаю, что большим прорывом это было предоставление возможности государственному исполнителю получать информацию о должниках с электронных официальных баз. То есть на сегодняшний момент исполнитель имеет право получать информацию из реестра в обременении движимого и недвижимого имущества. Сейчас у нас есть доступ… То есть о наличии, да? Да, о наличии обременения и самостоятельно вносить аресты на движимое и недвижимое имущество. Точно так же имеют право в налоговую инспекцию через электронную базу делать запросы о месте работы должника, на наличии счетов расчетных. Это все обрабатывается в течение 3-5 дней, абсолютно ускоряет процесс исполнительного производства. То есть вы можете не уведомлять об этом человека, о том, что вы сейчас, скажем так, поднимаете информацию по его поводу? Нет, значит здесь дается доступ и очень большие права даются в этом плане государственному исполнителю. То есть если открытое исполнительное производство, государственный исполнитель имеет право проводить все действия, направленные на исполнение судебного решения в данном случае. Хочу сказать, что вот этим законом об исполнительном производстве, новой редакцией его, были внесены изменения в Гражданско-процессуальный кодекс и внесена новая статья о запрете выезда за границу должника. Это было урегулировано и нашим законом, и Гражданско-процессуальным кодексом. Теперь государственный исполнитель имеет право подать представление в суд о запрете выезда должника за границу. И суд должен сразу же рассмотреть это представление и вынести определение. За какие такие правильности? За какие правильности? Именно за неисполнение решения суда. И как бы сумма не играет никакой роли на сегодняшний момент. Суды удовлетворяют наше представление и выносят определение. Дальнейшая уже судьба этого определения, когда мы его получаем, мы, конечно, стараемся уведомить должника, направляем и по месту его жительства известному, и если мы видим это в исполнительном документе, стараемся отправлять заказной корреспонденцией, чтобы все-таки уведомить должника, потому что бы не было потом сюрпризом на границе. После этого, если должник никак не отреагировал, направляем уже в государственную приграничную службу в город Киев, где существует единая база, куда вносятся эти данные. И в случае, если должник собирается выехать за границу, то его, естественно, остановят, пока он не погасит все свои долги. Какое должно быть основание для открытия исполнительного производства? В первую очередь, государственный исполнитель открывает исполнительное производство на основании исполнительного документа. Исполнительный документ – это может быть и решение суда, это может быть и постановление органов, которые уполномочены выносить данные постановления, это может быть исполнительная надпись нотариуса. И, естественно, должно быть заявление, заявление взыскателя или представителя взыскателя. Может быть еще открыто исполнительное производство по заявлению прокурора, в случаях его представительства интересов государства или гражданина в суде. И в случаях, если исполнительный лист поступил непосредственно из суда в определенных случаях установленных законом. Как вы предупреждаете потенциальных должников об исполнительном производстве? Государственный исполнитель открывает исполнительное производство в течение трех дней. После этого, не позднее следующего рабочего дня, он направляет постановление об открытии исполнительного производства должнику. Поставление в открытии исполнительного производства направляется заказной корреспонденцией с уведомлением по адресу известному государственному исполнителю, который указан в исполнительном документе. Кроме всего прочего, адрес проживания должника может указывать, если знает взыскатель, он знает, что в исполнительном документе написано один адрес, а он проживает по-другому. Может указывать и сам взыскатель. Кроме всего прочего, Взыскатель может еще и по месту работы направить исполнительный документ. Тут право выбора дается взыскателю. Направляем этот документ и ждем результата. То есть постановление об открытии исполнительного производства. Устанавливается ему добровольный срок на то, что он в течение до 7 дней по имущественным вопросам. Если это не имущественного характера, то есть выселение, до 15 дней. Если не реагирует должник, то мы начинаем процедуру принудительного исполнения. Вы сейчас сказали, что на различного рода адреса могут направляться. А может же за это время человек, скажем так, по этому адресу не проживая, не знать о том, что пришло это уведомление, а вы через 7 дней или через 15 дней в другом случае пришли уже с серьезными намерениями? Ну, что я могу сказать. Конечно, такие ситуации у нас бывают. Но этот должник, скорее всего, в любом случае, когда слушалось дело, должника тоже точно так же вызывали, предупреждали. Такого не бывает, чтобы должник вообще не знал. Это только если он находится за пределами Украины на сегодняшний момент. Или хотел не знать. Чем мы сталкиваемся? Что просто должники игнорируют и постановление об открытии исполнительного производства, и умышленно не хотят их получать. Они считают, что неполучение исполнительных документов их освобождает от ответственности. Хотя это абсолютно не так. Нашим законам предусмотрено, что мы не должны искать должника в самом начале открытия исполнительного производства. Мы должны направить документ по известному нам адресу, и должник будет считаться уведомленным о проведении исполнительных действий, о том, что открыто исполнительное производство. То есть вы отправили документы, и начинается уже проблема только должника, да? Да. Ну, естественно, начинается. Но я хочу сказать, что мы, естественно, стараемся, если это сопряжено с дальнейшими действиями, связанными с реализацией имущества, квартиры, стараемся все равно найти родственника, найти непосредственно или хотя бы жену должника, если его нет. Но в любом случае мы все равно находим родственника, мы пытаемся все-таки уведомить человека о том, что у него или большие долги, и что необходимо проводить мероприятия по их погашению, то ли заключать договоры о реструктуризации с банком, то ли с коммунальными учреждениями, что нельзя это все пускать на самотек. То есть о сроках предъявления исполнительных документов к исполнению мы уже с вами, скажем так, поговорили, да? Ну, сроки, в принципе, здесь у нас срок предъявления исполнительного документа у нас установлен для всех решений судов, это один год, а если это документы о постановлении об административных правонарушениях, там три месяца. Вот в старой редакции закона было три года, то есть сейчас сократили срок предъявления исполнительных документов к исполнению. Единственный есть нюанс в нашем законе, что есть такая категория документов, как периодические платежи. Это алименты, это может быть еще связанные с возмещением ущерба, причиненной здоровью, когда указано в исполнительном документе какая-то сумма определенная, которую необходимо ежемесячно погашать. Так вот, в таком случае исполнительный документ может предъявляться на протяжении всего периода выплаты этих платежей. То есть до 18 лет? Да, до 18, если это алименты, то до 18 лет. В течение 18 лет имеют право предъявлять документы, но просто здесь есть нюанс. Если вот женщина предъявила исполнительный документ, и ребенку уже 15 лет, то пересчитать задолженность по алиментам мы можем только за три года, здесь срок исковой данности. Как новая редакция закона определяет начало принудительного исполнения решений государственными исполнителями? Ну вот, как я уже сказала, что мы ждем, устанавливаем ему добровольный срок должнику, 7 дней, это как обычно идет. И если должник с момента вынесения постановления, получения этого исполнительного документа не является, и не сообщает о том, что он исполнил исполнительный документ, вот и тут и начинается начало принудительного исполнения. Единственное, что бывают ситуации, когда должник является в исполнительную службу и говорит, вот я получил документ вот только вчера, а у меня уже срок добровольный закончился, то есть пробег почтовый, если он предоставляет документы, подтверждающие, что он действительно получил буквально недавно этот документ, и предоставляет документы, что он или был там где-то за пределами населенного пункта, или лежал в больнице, то государственный исполнитель может отложить проведение исполнительных действий на 10 рабочих дней и установить ему новый добровольный срок, который дает возможность должнику в этот период оплатить все-таки сумму долга и воспользоваться своими правами в исполнительном производстве. То есть шансы вы оставляете? Шанс есть всегда, да, есть всегда у человека, который хочет заплатить долги, и который неравнодушен к тому, что происходит, у него всегда есть возможность то ли защитить свои права, то ли каким-то образом изменить сумму долга, если он там не знал о решении, если это были очень часто заочные решения, которых человек не знает, он может обжаловать их в принципе в судебном порядке. Только вот по срокам, да, то, что вы сейчас сказали, может каким-то образом человека спасти от принудительного исполнения решения. Да, если он как бы не игнорирует, не игнорирует постановление все-таки, не игнорирует вызова исполнителей. Других, скажем так, у него причин для того, чтобы каким-то образом его участь была смягчена, больше нет, да, в данном случае, если уже принято решение. Но если принято решение, то нет. Тут уже вопрос, есть такое понятие, как взыскатель, который непосредственно предоставляет документ. Если он может быть взыскателю, если предоставляет документ, что он взыскателю какую-то частичную сумму проплатил. Это, естественно, учитывается, эта сумма уменьшается и уже взыскивается за разницей этой суммы. Как законом определяется понятие исполнительного сбора и порядка его взысканий? И вообще изменился ли, собственно говоря, размер этого исполнительного сбора? Ну, в общем, с нашим законом, как таковое понятие, не определено. Здесь, в принципе, ну, по сути, исполнительный сбор – это вид имущественной ответственности должника. Это своеобразный штраф за то, что он не исполнил решение судебное в срок, установленный для добровольного исполнения. И исчисляется он в процентном отношении к сумме взыскания. Это 10% от суммы взыскания. Значит, если это 100 тысяч, значит 10 тысяч – это исполнительный сбор. По неимущественным здесь уже идет немножко другое. Здесь по необлагаемых минимумам. Значит, по физическому лицу это 40 необлагаемых минимумов. В редакции старого закона было 20. Увеличили сумму. Так, ужесточение. Ужесточение идет, да. И это 680 гривен. А по юридическим лицам было 50, стало 80 необлагаемых минимумов. Это 1360 гривен. Это вселение-выселение, обязующего характера исполнения решения суда. Вот таким вот выносится исполнительный сбор. Скажите, пожалуйста, вот вопрос, на мой взгляд, очень интересный. Я думаю, волнует тех телезрителей, которые, возможно, сталкивались с вашими коллегами. Изменился ли порядок обжалования действий или бездеятельности лиц, которые представляют государственную исполнительную службу? Значит, статья 4 закона Украины об исполнительной службе определяет, что государственный исполнитель является представителем власти и осуществляет принудительное исполнение судебных решений. И он, согласно еще этого же закона, обязан добросовестно выполнять свои служебные обязанности. То есть не допускает в своей деятельности нарушения прав и интересов граждан и юридических лиц, которые гарантированы Конституцией. И с целью защиты уже прав граждан и юридических лиц в исполнительном производстве, стороны и другие участники исполнительного производства имеют право обжаловать действия государственного исполнителя. Они, в принципе, наделены широким кругом прав. Кроме всего прочего, как обжаловать действия государственного исполнителя, они имеют право знакомиться с материалами исполнительного производства, делать из них выписки, снимать копии, заявлять отводы в случаях предусмотренных законодательством. Точно так же они имеют право знакомиться с материалами исполнительного производства, обжаловать решение непосредственно начальнику исполнительной службы или в судебном порядке. То есть предусмотрен и административный порядок, и судебный порядок обжалования. В административном порядке обжалования нашим законам об исполнительном производстве предусмотрено, что жалоба должна соответствовать определенным требованиям. То есть в этой жалобе должно быть обязательно указано наименование органа государственной исполнительной службы, полное наименование взыскателей должника, реквизиты исполнительного документа, содержание обжалуемых действий, изложение обстоятельств и подпись, обязательно должна быть подпись заявителя, потому что инкогнито, если никто не подписался, эти не рассматриваются и просто отправляются обратно, как анонимные считаются. Жалоба, поданная в исполнительном производстве начальнику исполнительной службы, рассматривается им в 10-дневный срок. В этот период и начальник исполнительной службы, он может или удовлетворить эту жалобу, или отказать, мотивируя свой отказ в данном случае. Точно так же может одновременно с подачей жалобы на действие государственного исполнителя начальнику, может подаваться эта жалоба и в суд. И здесь уже в суд определяется, что стороны исполнительного производства подают жалобы непосредственно в суд, который выдал исполнительный документ. Если это документы местного суда, то они подают в местный суд. Если это хозяйственный суд, то жалобы на действие подаются в хозяйственный суд. Другие же участники исполнительного производства имеют право подать жалобу только в административный суд. То есть, если это не стороны, то они в административном порядке обжалуют данные действия. Разница в чем на сегодняшний момент по обжалованию действий государственного исполнителя? Если раньше должник имел право в административном порядке обжаловать, то есть непосредственно начальнику исполнительной службы, обжаловать действия исполнителя, то теперь только исключительно в судебном порядке должник имеет право подать жалобу на действия исполнителя. Спасибо. При каких обстоятельствах может быть приостановлено исполнительное производство? Государство, значит, исполнитель приостанавливает исполнительное производство в таких случаях. Я расскажу о более таких распространенных. Это смерть взыскателей или должника, или прекращение действия юридического лица. В случаях, если допускаются эти действия, правоприемство так называемое. Значит, по юридическим лицам есть как бы все просто. То есть есть правоприемники, значит, это где-то в быстром порядке все делается. И по решению суда меняется потом в дальнейшем сторона исполнительного производства. Что касается физических лиц, тут есть определенные трудности. Да, потому что как выяснить, есть ли у него правоприемники, то есть наследники. Это очень сложно сделать государственному исполнителю. На сегодняшний момент эта процедура не определена. И мы сталкиваемся с тем, что, как у нас была ситуация, что обратились к нам наследники, они хотели вступить в наследство. А у нас наложен арест, что в рамках исполнительного производства умирает должник. Значит, мы приостанавливаем производство, а на квартиру наложен арест, потому что он является владельцем квартиры. Наследники обращаются к нам и обращаются в суд о снятии ареста. Суд отказывает. Он объясняет, что действия государственного исполнителя абсолютно законны. Поэтому снять арест в данном случае нельзя. Поэтому он говорит, идите, оформляйте при наличии ареста, оформляйте наследство. Вот таким вот образом нотариус... И тогда вы автоматически становитесь уже правоприемником этих проблем, которые вам оставил человек, который ушел. Поэтому, в принципе, в этой ситуации... А нотариусы ссылаются на свои инструкции, где у них написано, что при наличии ареста они не имеют права выдавать никакие документы о наследстве. Но в данной ситуации, когда вот эти были все суды, и был непосредственно суд о том, что обязывали нотариуса все-таки оформить документы. После этого они оформили эти все документы. Мы непосредственно направили документы взыскателю и предложили ему обратиться все-таки в суд. И взыскать непосредственно дам. То есть казуистика еще в законе есть, да? Казуистика в законе есть, и очень сложно в данном случае все-таки взыскивать. Значит, еще одним пунктом это признание взыскателей должника недееспособным. Это тоже является требованием о приостановлении исполнительного производства. Также еще одним пунктом является прохождение должниковым срочной военной службы, когда мы тоже не можем взыскать в данном случае. Приостанавливается также судом взыскания на основании исполнительного документа. Может быть еще принятие судом жалобы на постановление органа, уполномоченного рассматривать дела о административных правонарушениях. Приостановление судом реализации арестованного имущества. Кстати, вот этот пункт, который внесли, это тоже большой прорыв в законе об исполнительном производстве, потому что раньше он звучал немножко по-другому. Раньше было, что мы приостанавливали исполнительного производства в случае, если предоставлялся, направлялись документы об исключении из акта описи имущества, то есть должник. Этим злоупотребляли очень сильно должники, которые не хотели расставаться со своим имуществом. То есть они обращались в суд и пытались, или их родственники обращались в суд и говорили, что нет, это имущество наше, и мы хотим исключить его из акта описи, притом не имея никаких документов. И мы без всяких, мы только на основании того, что они нам показали иск о том, что они исключают из акта описи, мы обязаны были приостановить исполнительное производство. И в дальнейшем... Просто ухищрения, да? Да, просто это были ухищрения, и на сегодняшний момент теперь только по решению суда у нас приостанавливается исполнительное производство. И точно так же, если суд выдает документы об отсрочке исполнения. В данном случае тогда тоже до окончания отсрочки, значит, если уже документ изначально был, была отсрочка, мы его не принимаем. А если на стадии исполнительного производства суд выносит об отсрочке, мы просто приостанавливаем до окончания этой отсрочки исполнительного производства. Еще одним пунктом это внесение предприятий топливно-энергетического комплекса в реестр предприятий топливно-энергетического комплекса. Кроме, в следующий момент, как у нас по Гуденовскому району, это шахта управления Донбасс, но здесь есть точно так же ограничения. Мы имеем право работать с документами по заработной плате, по элементам. Здесь эти нормы не действуют. А во всех остальных случаях, конечно, мы должны приостановить исполнительное производство. И здесь мы уже предлагаем должнику, если вы хотите все-таки попытаться, как вы считаете, что ваши права нарушены, восстановить ваши права, вы должны обратиться в суд. И тогда в судебном порядке вы уже имеете право постановление о приостановлении исполнительного производства обжаловать. То есть кроме жизненных больших проблем смерти, службы в армии, проблемы большие со здоровьем и решения суда, больше никаких поводов приостановить у государственного исполнителя нет? Поводы еще есть. Есть еще эта процедура банкротства. В процедуре банкротства точно так же мы приостанавливаем исполнительное производство до вынесения постановления о признании банкротом. Если уже признают банкротом должника, тогда уже документы направляются непосредственно на ликвидационную комиссию. А на этой стадии приостановлено. Опять же мы имеем право работать со счетами по документам, которые связаны с заработной платой. Заработная плата, элементы, то есть защищенные статьи, с которыми мы работаем независимо от того, в какой процедуре находится. То ли в реестре топливного юридического комплекса, то ли находится непосредственно в процедуре в стадии банкротства. Есть еще один пункт. Это принятие судом касационной жалобы прокурора, что тоже немаловажно. Прокуратура у нас в рамках нашего исполнительного производства занимает особое место. Поэтому как бы и в данном случае тоже у нас есть необходимость, требование, обязательность приостанавливать исполнительное производство. В каких случаях возвращается исполнительный документ непосредственно в заскатель? Исполнительный документ возвращается в заскателю по его заявлению. То есть если взыскатель каким-то образом, то ли заключил мировое соглашение без решения суда непосредственно с должником и пытается отозвать исполнительный документ, он имеет право сделать, он пишет заявление. Заявление установленного образца и на основании этого заявления мы ему возвращаем исполнительный документ. Можем вернуть исполнительный документ в случае отсутствия имущества у должника или если направленные действия на его выявление оказались безрезультатными. Такое у нас как бы повсеместно, когда у должников нет ни транспорта, ни жилья, как бы не зарегистрировано за ними, потому что мы только можем информацию получать от официальных источников, обращать в изыскание на то имущество, которое непосредственно должнику принадлежит. Если вот все наши, скажем так, старания... Если бабушка скажет, что это его машина, но у нее уже 5 лет ездит, для вас это не документ, правильно? Ну, конечно, не документ. Должны быть подтверждающие документы. Хотя, в принципе, государственный исполнитель может увидеть все имущество, которое есть в квартире, может его все описать, и должнику предоставляется право потом его исключать из актоописи и доказывать уже в судебном порядке, что это имущество должнику не принадлежит, а принадлежит, как вы говорите, бабушке, еще кому-то, который не имеет никакого отношения к исполнительному производству. Еще одним пунктом является, если взыскатель отказывается оставить за собой имущество, которое нереализованное в процессе исполнения. Это тоже очень часто бывает, потому что имущество, которое мы сейчас продаем, это квартиры, цены очень высокие, в принципе, на это имущество. Мы пытаемся уже и проводим, значит, по ипотечному имуществу. Уценку мы делаем одну только 25%, по остальному имуществу до 50% возможно уценка. Но, тем не менее, на сегодняшний момент порядка 50% имущества просто не реализовывается. Но есть право тогда у взыскателя, ему предлагается в случае нереализации с торгового имущества или с аукционов, ему предлагается это имущество забрать в счет погашения долга. И пишется такое письмо государственным исполнителям. Если должник отказывается от этого, то мы на основании вот этого пункта закрываем исполнительное производство и возвращаем его непосредственно взыскателю. Но он имеет право, опять же, право повторного предъявления. Вообще все вот эти вот возвраты этого исполнительного производства по вот этим пунктам, что я вам говорю, они имеют право повторно предъявить их. Еще одним возможностью вернуть исполнительный документ, это может быть препятствие взыскателя при проведении исполнительных действий или неавансирование денежных средств на проведение исполнительных действий. Это может быть неавансирование оценки имущества, которое необходимо при проведении исполнительных действий. И в данном случае, если неоднократно предупреждается, государственный исполнитель неоднократно предупреждает взыскатель, что в данном случае необходимо авансирование. И предупреждает его, что в случае, если вы не авансируете, то будет этот документ возвращен. И если никак не реагирует взыскатель, то другого выхода нет у государственного исполнителя, он просто возвращает исполнительный документ. Может быть еще возврат исполнительного документа по причине отсутствия должника. То есть, должник отсутствует, отсутствует имущество должника, отсутствуют транспортные средства должника. Если отсутствует должник или транспортные средства на протяжении одного года, то есть после того, как его объявили в розыск, значит, если должника физическое лицо, то объявляется в розыск по решению суда. Если это транспортное средство, то розыск объявляется, непосредственно государственный исполнитель выносит постановление и направляется в органы ГАИ для исполнения. И тогда, в данном случае, тоже, если в течение года не находится имущество или должника не находят органы внутренних дел, то документ возвращается по этому пункту. Еще после реализации имущества обычно погашается задолженность не в полном объеме. И тогда тоже законодатель предусмотрел пункт, когда денежные средства, которые поступили от реализации имущества, их недостаточно. И в данном случае тоже государственный исполнитель может вернуть это исполнительное производство. И еще одним из пунктов является установленный законом запрет на обращение взыскания на имущество или средства должника. Это мораторий на сегодняшний момент мы не имеем права продавать имущество государственной собственности, где доля собственности 25%. Установлено мораторий. В данном случае по этому пункту тоже возможно вернуть исполнительное производство. Ну что ж, спасибо большое вам, Виктория Владимировна, за то, что вы сегодня ответили на мои вопросы. Надеюсь, для наших зрителей это будет полезно, хотя, честно говоря, желаем вам все-таки пореже встречаться с вашими коллегами, ибо для некоторых это может нести некоторые проблемы. Мы подняемся сегодня гостем в студии, был начальник отдела государственной эксплуатационной службы Буденновской районной районного управления юстиции в Донецке Виктория Линя. Говорили мы о защите права и интересов сторон при исполнении решения судов. Несмотря ни на что, верьте лучше. Всего самого доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»